Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы продолжаем мой трек, посвященный созданию презентаций в различных программах и сервисах. И я хотела бы поговорить о видеопрезентациях. Это не какой-то такой общеизвестный, понятный термин. Это не какой-то конкретный формат. Как вы знаете, мы в Сила Медиа занимаемся мультимедийными форматами. И у нас есть список из 105 мультимедийных форматов, в которых можно создавать контент. Видеопрезентацию вы там не найдете, потому что это не какой-то отдельный формат, а это скорее способ действия, вариант того, что вы можете сделать с вашей уже готовой презентацией или с вашим уже готовым выступлением. Если у вас есть готовая презентация, если вы уже провели с ней какой-то вебинар, какую-то часть курса, или если, наоборот, вы только готовитесь, вам нужно порепетировать, вы можете записать ее в формате видеоролика. Это будет онлайн выступление, это будет спикер, это будут какие-то слайды, какая-то дополнительная информация, и по итогу вы получите небольшой по длительности видеоролик, который затем сможете использовать либо как контент для социальных сетей, либо как запись вашей репетиции, чтобы посмотреть на какие-то недочеты и успеть исправить их перед конференцией. Можете разослать это как материал для самостоятельного просмотра вашим ученикам и студентам и так далее. То есть в видеопрезентации мы будем называть только такой способ работы с презентацией, когда по итогу у вас оказывается записан видеоролик. На прошлом вебинаре, который я посвящала подготовке презентации для онлайн выступлений, вы уже видели вот такой вот слайд. Это способ расположения окон со спикером и со слайдами во время онлайн выступлений. Есть вариант с отдельными окнами, это как сейчас в нашей вебинарной комнате, когда мое видео отдельно, слайды отдельно. Есть вариант с совмещенными окнами, когда окошечко со спикером находится поверх слайда. И есть более интересный вариант с объединенным окном, когда в одно пространство, в один рабочий экран интегрируется и спикер, и вся необходимая для него информация. Так вот, для того, чтобы сделать видеопрезентацию, нам нужно как раз совместить слайды и совместить спикера в одном окне. То есть выбрать второй или третий вариант, совмещенные окна или одно объединенное окно. И тогда видеопрезентация будет состоять из трех частей. Первая часть – это, собственно, слайды. Вы готовите свою презентацию, открываете ее в PowerPoint в режиме просмотра и записываете, либо загружаете ее в веб через сервис Canva, через Google Диск, публикуете и открываете ее во вкладке браузера. Первый слой видеопрезентации – это фактически скринкаст. У нас есть скриншот, когда вы делаете снимок экрана, а есть скринкаст, когда вы делаете видеозапись экрана. И скринкаст может идти на что угодно. На то, как вы работаете в программе, нажимаете какие-то кнопки. Скринкастом можно записать, как вы ищете в Яндексе какую-то информацию. И точно так же скринкастом можно записать и то, как вы показываете презентацию. А при скринкасте записывается видео и при желании аудиодорожка. То есть вы можете рассказывать, можете комментировать. И это как раз и будет основное содержание видеоролика. То, что делает скринкаст не скринкастом, а видеопрезентацией – это второй слой. То есть поверх скринкаста мы накладываем слой с веб-камерой. Видео и аудио – тот сигнал, который дает веб-камера – это ваше выступление, как выступление спикера. И оно ложится уже поверх записанного скринкаста. В скринкасте тоже может, конечно, присутствовать лицо человека. Но когда мы пишем видео в презентацию, акцент идет именно на спикера. Слайды – это вспомогательный инструмент. Очень важно, что вы говорите, как вы говорите, как вы выглядите и работаете в кадре. И поэтому второй слой в видеопрезентации, пожалуй, самый и самый важный. Есть видеопрезентации, есть видеоспикера. И сверху мы можем положить еще один третий слой. Это экстрас, это дополнение. Довольно часто в вебинарных комнатах можно рисовать. И многие приложения для записи видеопрезентации позволяют тоже рисовать поверх слайдов. Можно добавлять какие-то заставки. То есть, например, когда вы загружаете видео на YouTube, вы можете заставку добавить потом. А есть возможность заставку поставить сразу при записи видеопрезентации. Можно добавить какие-то эффекты, какие-то титры, например, плашку с подписью спикера. Или какие-то интересные переключения с одного экрана на другой экран. То есть, третьим слоем мы будем считать все дополнения, какие есть. И сегодня я расскажу о пяти сервисах и расширениях для записи видеопрезентации. И разберу их как раз с точки зрения, какие возможности в первом, втором и третьем случае они предоставляют. А в конце соберу краткое резюме и расскажу, в каком случае, какой из этих программ лучше всего будет воспользоваться. Начнем мы с самых простых вариантов. Начнем мы с расширений для браузера. И первое – это Nimbus, который позволяет делать максимально простые скринкасты. То есть, это расширение для новичков. Никаких сложных настроек, никаких сложных вещей и непоняток. Самое то, с чего можно начать. Полное название Nimbus Screenshot and Screen Video Recorder существует как расширение для браузеров, для Chrome Mozilla и для Edge. Это то, что заменила Internet Explorer. И есть вариант программы для Windows. Вообще, у Nimbus есть пакет программ. Nimbus – это заметочник, вроде OneNote или Google Keep. Он позволяет делать заметки и в том числе делать внутри заметок скриншоты и скринкасты. Поэтому у Nimbus есть отдельное расширение. Когда вы поставите его в браузер, я показываю на примере браузера Chrome, но в других браузерах будет выглядеть аналогично, то у вас появится вот такое вот меню. Как видите, большая часть пунктов посвящена именно скриншотам. И только один в самом низу предлагает записать видео. Когда вы на него кликните, у вас появится вот такое небольшое, справа показанное, окно с настройками, где вам будет доступна возможность включить или выключить звук, включить звук со вкладки в браузере, включить панель рисования и так далее. А нижняя настройка включить ватермарк, то есть водяной знак на видео, недоступна в бесплатной версии. Все остальное в бесплатной версии доступно. Первый слой – это то, что мы говорили, да, запись своего скринкаста. Когда вы включаете кнопку нажать запись в Nimbus, у вас появляется возможность записать сам экран, то есть все, что у вас отображается на экране, какое-то конкретное окно или отдельную вкладку браузера. Несмотря на то, что это расширение работает из браузера, на самом деле вы можете записать любую часть того, что есть у вас на компьютере. Например, открыть окно с презентацией и записать его. При этом все управляющие кнопки настройки включения останутся в браузере, но вы сможете переключиться на PowerPoint и пролистать там презентацию, она вполне нормально запишется. Просто для того, чтобы поставить на паузу или выключить запись, вам снова нужно будет перейти в браузер. И это не очень удобно, потому что у Nimbus нет обратного отсчета. Как только вы нажали на кнопку, сразу пошла запись, то есть вам потом придется в какой-то программе редактирования отрезать в начале и в конце вот эти технические куски, когда вы переключаетесь на нужную вам программу. Так будет выглядеть окно в режиме записи. Это сейчас презентация загружена в канву и открыта из браузера, и поэтому в левом нижнем углу вы можете видеть панель управления. Если бы я открыла презентацию не в канве, а в PowerPoint, этой панели управления вы бы не увидели и управлять было бы неудобно. Собственно, панель перемещается по экрану, так как вам удобнее, можно вот за левый край перетаскивать или с экрана ее можно скрывать, появляется она снова при нажатии горячих клавиш. И все, что вам доступно для управления скринкастом, это вот буквально три кнопки. Поставить на паузу, прекратить запись и скрыть панель. То есть, как видите, количество настроек минимально. Дальше второй слой, который мы накладываем сверху, это видеозапись спикера. У Нимбуса есть возможность поставить видео трех размеров. Двух размеров. Небольшое или на две трети экрана. Оно всегда находится в прямоугольной рамке. То есть, вот таким вот образом. И по экрану вы можете его свободно перетаскивать. Если навести мышку на видеоспикера, то у вас в правом верхнем углу появятся кнопки «Открыть на максимум данную». Примерно у меня занимают две трети вкладки браузера. Либо скрыть запись спикера. То есть, тоже, как видите, по настройкам все очень и очень просто. И здесь просто негде запутаться. И, наконец, третий слой. То есть, это экстра с дополнительной возможностей, которую предоставляет Нимбус. Это функция рисования. Никаких других возможностей у Нимбуса нет. Но вы можете поверх вашего видео, прямо во время видеозаписи, рисовать. Есть ручка, маркер, которым можно отмечать что-то. Есть значки. Значок вопроса, значок восклицательного знака. И значок чек, галочки. И есть фигуры, которыми тоже можно рисовать. Палитра ненастраиваемая. Несколько базовых цветов, какие зашли в Нимбус. Только теми вы воспользоваться и можете. И, естественно, есть кнопка очистить все нарисованное. И есть кнопка добавить белый холст, если вам нужно в какой-то момент с презентацией переключиться чисто на рисование. Это все возможности, которые есть у расширения Нимбус. И когда вы закончили запись, нажали на кнопку стоп, у вас всплывает вот такое окно, которое спрашивает, что делать с видео дальше. Во-первых, большая часть функций, естественно, в бесплатной версии недоступна. Вы не можете конвертировать в MP4 или в GIF. Видеозапись вы можете сохранить только в формате WebM. То есть формат видео для веб-страниц. Кнопка «Сохранить видео» находится сверху. Чуть ниже активная кнопка «Быстрая загрузка» — это «Сохранить» внутри самого сервиса Нимбус. И вот еще несколько кнопок, недоступных в бесплатной версии. У расширения, как обычно, формат фремиум. То есть есть платная версия, есть версия бесплатная. Бесплатные ограничения следующие. Длительность ролика ограничена пятью минутами. Конвертировать в какой-то другой формат видео нет никакой возможности. И функция редактирования видео недоступна. Она и так примитивна. Вырезать какой-то кусок, подрезать, сначала подрезать конец. Но в бесплатной версии она и недоступна. Зато скачивать на свой компьютер вы можете спокойно. То, что отличает Нимбус, вот именно его бесплатную версию, от многих других расширений, это то, что он не ставит на видео свой водяной знак. То есть фактически это единственное удобное из известных мне расширений и программ, которые по умолчанию в бесплатной версии водяные знаки не ставят. Это может в какой-то момент оказаться решающим при выборе программы или расширения. Если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте и пишите в чат. Я успеваю читать и сразу на них могу отвечать. Может быть какие-то функции, какие-то возможности, которые я не отобразила в презентации, а вам нужны именно они. Следующее расширение, которое я хочу показать, это LUM. Им пользуются довольно часто и мы им пользуемся в компании Silamedia. То есть то, с чем довольно часто имеем дело. И отличительная особенность LUM, почему он занял место в сегодняшней презентации, это то, что он позволяет создавать очень удобные в библиотеке учебного видео. Если мы ведем речь как раз именно про презентации для образования, LUM одно из самых лучших решений. Полное название Free Screen and Cam Recorder. Существует в формате расширения, но расширение только под Chrome. В других браузерах его нет возможности установить. Есть программа для Windows и для Mac, можно скачать на компьютер. И есть мобильное приложение, то есть вы можете записать вот такие же учебные ролики и на своем телефоне. Такая мультиплатформность, это, конечно, очень и очень удобно. Поскольку LUM работает именно с библиотекой видео, естественно, в нем нужно регистрироваться, потому что на ваш аккаунт будут все как раз видеозаписи и загружены. Как видите, для регистрации есть большое количество возможностей. ЛUM тоже очень хорошо интегрируется программа и работает в связке с другими. Давайте посмотрим на те возможности, которые нам дает LUM. И первое – это запись скринкастов. Точно так же, как и любое браузерное расширение, как и Nimbus, LUM умеет записывать экран, кладку браузера, можно записать окно на компьютере, хотя это делать не так удобно, как в Nimbus. Стоит обратный отчет перед записью, то есть счет до трех, когда вы можете успеть переключить, поправить волосы и приготовиться к записи. И LUM позволяет делать дубли. Вы начали говорить, что-то не получилось, вы можете нажать на одну кнопку, и у вас пойдет видеозапись заново. Вот так будет выглядеть окно, когда вы готовитесь к записи видео, то есть точно так же презентация загружена в онлайн и открыта в браузере. Сейчас вы видите, как будет выглядеть окно настройки записи, когда я кликнула на расширение. Настройок на самом деле больше, а просто скрытые. Это самые-самые основные, где вы можете выбрать, будете ли вы записывать скринкаст и камеру, или только скринкаст, или только камеру, и какие вам нужно выбрать камеру и микрофон. И после нажатия кнопки старт-рекординг, начала записи, у вас пойдет отсчет до трех. И это, конечно, очень-очень удобно, удобнее, чем в Нимбусе. Не приходится отрезать начало и конец. Лучше про видеоспикера. Видео берется с веб-камеры. У LUM есть рамка круга, то есть он не записывает видео прямого. Он сразу обрезает его под круг. Круг может быть трех разных размеров от маленького в уголке, которые я часто использую как указку, потому что видео можно спокойно перемещать по экрану и таким образом подчеркивать ту информацию, о которой вы сейчас говорите. И самый большой размер – это размер, когда по высоте занимает видео весь экран. Есть настройки заднего фона камеры, так же, как в Zoom или вот сейчас в вебинарной комнате, задний фон можно размыть или применить какие-то эффекты. И удобно то, что есть кнопка переключить вид камеры на зеркальный. Рядом с вашим изображением спикера есть панель управления видеозаписью, то есть она всегда привязана к видеоспикерам. Здесь идет обратный отсчет, у вас сколько времени длится видеоролик. Есть кнопка, вот эта стрелка назад – это как раз стрелка «Начать новые дубы», «Пауза» и «Отменить запись». Также при наведении мышкой на свое видео вы увидите кнопку «Отмены», «Крестик», три размера, маленькие побольше и на максимум экрана. И последняя кнопка – это кнопка применения эффекта. То есть вот такой вот перечень от размытия фона до однотонного или до какого-то интересного. В принципе, довольно аккуратно кадрирует само видео. Это в бесплатных возможностях, и вот эти эффекты камеры доступны всегда. И дальше третий слой. У Luma вот в такой браузерной версии нет возможности рисовать на видео, зато очень и очень интересная функция, которая нет ни у каких других расширений для записи – это заставки для записи. Вы можете, когда выбираете окно для записи, есть кнопка с изображением палитры «Выбрать заставку», «Выбрать шаблон для записи». И у вас появляется вот такое вот окно. Есть уже заранее настроенные какие-то предустановки. Например, там надпись «Поздравляем» и место, куда вы можете поставить свое видео. Есть возможность настроить вот это вот окно самостоятельно, выбрать фон или какой-то однотонный цвет и написать текст, вот так вот две строки, заголовок и основной текст. Нет, к сожалению, свои иллюстрации в заставку добавить нельзя. Но вы всегда можете открыть картинку во вкладке браузера и записать видео поверх нее. То есть вы можете просто мышкой перетащить изображение JPEG или PNG на браузер, у вас оно откроется в отдельной вкладке, и вы поверх него можете записать видео. То есть вот такой вариант, и для этого нет необходимости заглушать что-то в Luma. Библиотека у Luma небольшая, буквально вот шесть шабонов. По крайней мере, можно написать видео, написать текст, и это уже довольно хороший вариант. Шрифтов настроек не так уж и много. Это вот такие черновые базовые функции, но, по крайней мере, их наличие уже в каких-то ситуациях может упростить вашу работу. И, наконец, после того, как вы видеоролик записали, он у вас уходит автоматически, без всяких загрузок, уходит в библиотеку Luma. У меня была возможность сравнить и платную, и бесплатную версию библиотеки. В бесплатной версии вы ограничены количеством видеороликов, в платной версии нет таких ограничений. Вы можете рассортировать свое видео по папкам, можете использовать функции редактирования, то есть обрезать начало, конец и вырезать какие-то части. И очень удобная возможность для того, чтобы ваше видео распространить. Вы можете дать ссылку на видео, чтобы вы его посмотрели в плеере Luma. Вы можете получить код, который затем встроит на свой сайт. И вот мы сейчас в компании Сила Медиа, например, в связи с перебоями в работу YouTube, все учебное видео из YouTube перезагрузили в Luma, и теперь именно Luma ссылки используем для того, чтобы поделиться своими видеороликами. То есть пока вот из всех библиотек видео это оказалось самой удобной. Итак, какие ограничения диктует нам бесплатная версия? У вас не будет инструментов рисования, они будут только в платной версии. На свой аккаунт вы сможете загрузить 25 видео, и, как в некоторых других сервисах, есть возможность за реферальную ссылку расширить количество доступных вам видеороликов, и длина видеороликов ограничена пятью минутами. Отличительная особенность, как я уже говорила, удобная библиотека. Действительно, вот создавать коллекции материалов и делиться ссылками из Luma очень и очень удобно. Дальше, следующая программа, про которую я хочу поговорить, это Movavi. Я думаю, вам известен этот пакет, который предлагает возможности и фоторедактора, и видеоредактора, и записи экрана, и каких-то более интересных, маленьких программ. Большое преимущество Movavi перед другими сервисами в том, что это российская компания, и она может заменить те компании, которые из России ушли. Поэтому, представляю вам Movavi Screen Recorder, есть программа для Windows и Mac, нет никаких браузерных расширений, только сама программа. Ее можно поставить отдельно, или она включена в пакеты всех инструментов Movavi, или видеоинструментов Movavi. Если у вас есть лицензия образовательной организации на этот пакет, то, скорее всего, Movavi Screen Recorder у вас там имеется. Вы ставите ее как обычную программу на компьютер, и при запуске у вас справа на экране появляется вот такая вот небольшая панель. У меня, как видите, бесплатная версия, триал-версия поставлена, и о чем говорят значки покупки и значки, знак активационного ключа. То есть вот такая вот очень и очень небольшая панелька. И, казалось бы, чем минималистичнее интерфейс, тем проще с программой работать. Но на самом деле нет. Movavi Screen Recorder записывает область экрана, то есть он просто снимает весь видеосигнал, который выходит на экран, и перед началом работы просит установить разметку, то есть разметить, какую область экрана нужно записывать. Курсор превращается вот в такой прицел, в перекрестие, и нужно выбрать, либо нажать кнопку пробел, либо выставить вот в правом верхнем углу по цифрам, какой размер экрана вам нужен. Для меня вот это вот было, например, большой неожиданностью. Вы выбираете ту область экрана, которую нужно записать, и вот так вот выглядит уже размеченная область. Сейчас у меня выбран весь экран. В правом верхнем углу показано в пикселях, какого размера будет мое видео. В правом нижнем углу есть настройки, будет ли включена веб-камера, будет ли включен звук с микрофона, будут ли включены какие-то дополнительные возможности. И посередине экрана находится вот значок центра, который, честно говоря, несколько мешает мне при записи. Дальше второй слой – это видео спикера. Тут можно переключать круглое или прямоугольное. Оно будет также три размера, но в отличие от нимбуса и от люма, свободно по экрану перемещать видео нельзя. Оно прилипает к углам, поэтому может занимать только четыре позиции. Если вы выбрали не весь экран, а только какую-то часть экрана, то видео будет, соответственно, прилипать к углам этой области. Вот настройки веб-камеры. Как видите, здесь переключение на круг и на прямоугольник. И, в принципе, все, что здесь имеется. И, наконец, третий слой – это дополнение. У Mouvавии также есть инструменты рисования. Они довольно стандартны. Но есть еще очень удобная возможность включить отображение курсора, подсветку кликов мышки, отображение горячих клавиш, то есть, когда вы, например, нажимаете на клавиатуре Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, или полностью списывает все то, что вы набираете на клавиатуре. Это очень удобно в отношении учебных видеороликов. Например, когда вы объясняете, как работать с какой-то программой, все ваши действия записываются, видно, куда движется курсор, нажимаете ли вы в этот момент на кнопку мышки и какие горячие клавиши вы набираете с клавиатуры. Таких возможностей у других сервисов записи видеопрезентации не имеется. Опять же, вот такие настройки. То, что можно отображать, показывает ли курсор, какого ли он будет цвета, какого будет размера. И, на самом деле, эта функция очень и очень хороша, если вы записываете как раз вот такие руководства или мануалы по использованию программ. Так будет выглядеть окно во время записи. То есть, как видите, панелька изменилась. Она находится сейчас справа в нижнем углу. И вот несколько кнопок, в том числе и кнопки рисования, и кнопка сделать скриншот во время записи. То есть, все вот эти мешающие, раздражающие панельки, центры экрана и прочее, отображаются только при подготовке к записи. Когда вы запись начали, это все с экрана уходит. И после окончания видеозаписи у вас есть возможность ее подрезать и сохранить. Как видите, Movavi в бесплатной версии помещает свой водяной знак, причем помещает его нещадно по центру экрана, максимально широко и максимально заметно. Готовый видеоролик вы можете сохранить себе на компьютер или загрузить. То есть, здесь в Movavi каких-то ограничений по сохранению видеоролика нет. Тут вариант не freemium, то есть, нет возможности поставить бесплатную версию и пользоваться ей постоянно. У Movavi есть бесплатный 7-дневный пробный период, во время которого он размещает свой водяной знак. И есть ограничения, что внутри реальной версии вы не можете при загрузке на YouTube написать полноценное описание видеоролика. Зато преимущество программы это управление форматами и качеством видео. То есть, если у вас уже есть пакет Movavi, есть смысл обратить внимание на эту программу и использовать ее. Либо купить только скрин-рекордер в том случае, если вам регулярно нужно записывать видео про использование каких-то сервисов, каких-то программ, то есть, именно учебные скринкасты. Следующий, четвертый сервис. Я думаю, вам всем знаком. Я тоже довольно часто рассказываю про Prezi, про сервис создания презентации с интересным эффектом, но помимо презентации у Prezi есть еще два продукта. Это дизайн и как раз Prezi Video, который предназначен для записи презентации. С моей точки зрения, это один из лучших сервисов и он очень удобен в первую очередь тем, что его можно поставить и на компьютер, и использовать как веб-версию. То есть, из аккаунта Prezi вы можете переключиться на Prezi Video. Считается, что он оптимизирован под Chrome, но будет работать и в других браузерах, а программа есть для Windows и для Mac. Между веб-версией и между программой отличие только одно, но оно очень-очень важно, и я покажу в конце своего рассказа, чем так удобна версия Prezi именно для вашего компьютера. Таким вот образом будет выглядеть. Я показываю сейчас как раз на примере именно десктопной версии, компьютерной версии. При включении будет выглядеть следующим образом. Как видите, настройки кнопок очень мало. Нет вот ощущения, что очень много функций, нет ощущения, что в интерфейсе можно запутаться. Интерфейс на английском языке, к сожалению, с русскоязычными программами у нас, как всегда, напряженка. И в правом нижнем углу скриншот основного меню. Когда вы ставите новую программу, то логично начать ее изучение именно как раз с того, чтобы перейти в главное меню и посмотреть, какие функции доступны. То есть уже по составу главного меню понятно, что можно переключаться между камерами, микрофонами, что есть какие-то темплейты, шаблоны, и что есть инзерт, что-то, что можно бы эту программу загрузить. И действительно, так оно и есть. В отличие от первых трех сервисов, которые записывали экран, окно или вкладку браузера, Prezi записывает рабочее пространство. То есть внутри него есть рабочее пространство, куда вы загружаете изображение, видео, гифки, презентации, либо включаете показ экрана. И запись будет идти именно этого рабочего пространства. То есть сначала идет настройка пространства, и только потом идет видеозапись. Если остальные программы приходили в браузер, приходили в презентации и записывали их, то здесь прицеп действия наоборот. Нужно внутрь Prezi загрузить все то, что вы собираетесь показать. Таким вот образом будет выглядеть окно добавления контента. Как видите, вы можете подгрузить из библиотеки Prezi, то есть так же, как на сайте, когда вы делаете презентацию. Есть библиотека, которая состоит из фотографий, из изображений, из стикеров, анимированных картинок и из гифок. Есть возможность подгрузить из Google Drive, OneDrive, то есть из облачных сервисов. Есть возможность подгрузить презентацию, которую вы сделали уже в самом Prezi, и есть возможность загрузить файл с компьютера. В том числе, Prezi прекрасно понимает и формат PowerPoint. Справа показан пример загрузки PowerPoint-овской презентации. Вам будут показаны все слайды, которые содержатся внутри. Вы можете выбрать все, либо выбрать какие-то определенные для загрузки в рабочее пространство Prezi. Вот так будет выглядеть, например, загруженный видеоролик, немного прозрачное изображение, которое появляется поверх спикера, и до этого видеоролика размер больше 40 мегабайт. То есть, в принципе, со своего компьютера в десктопной версии вы можете подключать и довольно большие файлы. Помимо этого, у вас есть возможность на каждый файл добавить какой-то текст. То есть, вы либо загружаете с компьютера медиафайл, либо выбираете файл из библиотеки самого Prezi, и к любому из этого типа слайдов вы можете добавить текст. Есть ограничения в 100 символов, и вот сейчас на экране написан максимум символов, которые я могу уместить. Форматируется стандартным образом, нет возможности поменять текст, поменять какую-то разбивку строчек, можно просто текст написать. Поэтому в плане титров, в плане текста Prezi довольно примитивен. Теперь поговорим о том, как можно работать с видео самого спикера. Видео всегда располагается на весь экран. Можно скрывать либо слайды, либо спикера, но вот по умолчанию вариант такой, что видео со спикером занимает весь экран, а слайды занимают расположение справа. То есть даже нет возможности поставить их слева. Всегда вы, как спикер, должны быть в кадре смещены именно к левому краю своего экрана. И есть новая возможность, она пока в состоянии бета, я не знаю, останется она в бесплатной версии или перенесется в платную, это можно написать плашку для спикера, и тогда на экране на краткое время будет появляться ваше имя и ваша должность. И вот главная фишка самого Prezi, обратите внимание, какое окно сейчас открыто. Это сейчас открыто не окно Prezi, это сейчас открыт интерфейс Zoom. То есть когда у вас на компьютере одновременно включен Zoom, Teams, Google Meets и одновременно включена стопная версия Prezi, вы можете для своей видеоконференции выбрать в качестве источника не веб-камеру, а как раз программу. И программа встанет прослойкой между веб-камерой и видеоконференцией, и значит, все загруженные в Prezi слайды вы сможете отображать во время звонка в Zoom, точно так же переключать, управлять, и таким образом вы можете сделать свой разговор намного интереснее. будет не два отдельных окна, окно спикера и окно презентации, а будет одно совмещенное окно, которое, естественно, будет лучше удерживать внимание вашей аудитории. То есть никаких сложных настроек, никаких сложных включений, просто одновременно на компьютере должно быть открыто две программы, и вы в качестве камеры выбираете именно вариант Prezi. Мне кажется, это очень и очень хорошая возможность, ради которой стоит обратить внимание на эту программу. Ну и, наконец, третий слой. Третий слой, как я уже говорила, это дополнение. И среди дополнений Prezi нет ни рисования, нет каких-то заставок, нет каких-то подсвечивающихся курсоров и клавиш. Все, что можно сделать, это выбрать тему оформления, то есть как именно будет выглядеть одно общее окно. И удобно то, что вы можете свой проект сохранить на компьютере и в любой момент его открыть, то есть сразу сделать несколько настроек и использовать ту, которая подходит вам в настоящий момент. Вот так будет выглядеть оформление комнаты. Тимплейт называется. Тоже небольшое количество, чуть больше десяти. И от того, какая тема выбрана, меняется и расположение элементов на слайде. То есть первую тему, которую я показывала, вы видели, что окно видео располагалось по центру экрана, а вот в красной теме оформления оно опускается ниже. Нужно покликать, посмотреть, чем они отличаются. Стоит отметить, что темы Prezi это не эффекты камер, как у Luma. То есть не будет убран задний фон, просто появятся снизу, сверху или сбоку какие-то цветные плашки, какие-то цветные эффекты. То есть полностью экран залить не будет и фаж задней. Фон по-прежнему будет важен. Что по итогу? Когда все настроено, когда все готово, вы нажимаете кнопку записи видео. Так, я снова переключу, не обратила ваше внимание. Кнопка записи видео находится внизу. Слева находится надпись о том, что вы можете использовать на видеозвонке. Это не активная кнопка, это просто подсказка. Справа находится кнопка рекорд видеозаписи. Когда вы на нее нажимаете, можете записать видеоролик, точно так же ставя его при необходимости на паузу. И по итогу у вас сверху появится вот такое вот окно с уже записанным видео. Его можно подрезать, вот кнопка Trim, можно просмотреть и прослушать. И справа у вас кнопка сохранить и расшарить. Какие возможности и ограничения нам дает Prezi? То есть как обычно можно загрузить на аккаунт на самом Prezi и именно там собрать свою библиотеку материалов. Либо можно скачать, сохранить на компьютер. Сохраняется в формате MP4. Тоже без возможности конвертировать в какой-то другой формат. Совершенно спокойно сохраняется. И вновь про ограничения. Бесплатная версия Prezi дает вам самое большое время записи. Целых 15 минут можно записывать свое видео. На видеозаписях логотип Prezi всегда находится в правом верхнем углу. И записи, которые вы загрузили на аккаунт, они находятся в публичном доступе. То есть любой человек может их найти. Ну и главную фишку я вам уже сказала, то что Prezi позволяет подключаться к видеоконференциям. Мне кажется, это отличный вариант для начинающих. Попробовать поэкспериментировать, давать свои презентации в нестандартном виде. Не как окно спикера и окно слайдов, а именно как вариант с интегрированным окном. Благо, что настройки Prezi очень-очень простые. И саму презентацию вы тоже можете сделать в самом сервисе. И наконец последняя, пятая программа. Я оставила ее под конец, потому что она самая такая обширная, самая такая сложная. Читается это название как «Хмм». И полностью называется «Хмм». И это действительно вот такой вот комбайн, который сочетает в себе очень и очень много возможностей. То, что мы видели в других программах, в других сервисах и приложениях. Если вам нужна какая-то функция от Luma, какая-то функция от Prezi, то «Хмм», это как раз ваш выбор. Вот полное название. И существует в виде программы для, ну, в первую очередь для Mac, и во вторую очередь для Windows. Никаких расширений нет. Это именно десктопное приложение. Вот как будет выглядеть окно. Когда вы первый раз его откроете, вам, скорее всего, покажется, что это слишком много, и это слишком сложно. Действительно, по сравнению с Prezi, в интерфейсе довольно много функций, кнопок и возможностей. И вот если снова открыть меню программы, вы увидите, что пунктов здесь, конечно, намного-намного больше. И точно так же требует, конечно, авторизация. То есть я авторизуюсь обычно через Google. «Хмм» тоже нужна ваша авторизация и привязка к определенному аккаунту. Давайте посмотрим, какие возможности сама по себе программа предоставляет. Первое, что у вас есть, это скринкаст, то есть вот то основное рабочее пространство. Точно так же, как и Prezi, «Хмм» записывает рабочую область. То есть вы вновь подгружаете в нее все то, что вам нужно, и вообще справляется с файлами абсолютно разных форматов. То есть возможностей больше, чем возможностей у Prezi. Я покажу, какие именно форматы можно сюда подгружать. И вот вторая прекрасная возможность – это дубли. Мы говорили уже про дубли, когда я показывала Lume, что там можно нажать на определенную кнопку, и видеозапись начнется заново. Но «Хмм» работает с дублями по-другому. Он записывает каждый ваш дубль. И потом этими дублями можно управлять. Как? Покажу немного позже. Давайте вернемся в рабочее окно программы. Вообще выглядит следующим образом. Есть одно большое главное окно. То есть если у Prezi это было так, чтобы рабочее пространство, а справа находились слайды, то у Prezi есть рабочее пространство. Слайды расположены под ним. А та панель, которую вы увидите справа, это панель премиум-функций. В бесплатной версии они доступны в течение одного часа каждые сутки. То есть доступ к ним не полностью закрыт, просто вы можете пользоваться ими в течение одного часа. Ну и стандартно в течение первых семи дней доступ к ним безлимитный. Минцип работы эпо такой. У вас есть сцены, внутри которых есть слайды. Вот на панели снизу вы можете сейчас увидеть кнопки «Новый слайд», кнопка «Новая сцена». И, как видите, сцены – это цветные области. Сейчас, например, в сцену загружено пять слайдов из какой-то конкретной презентации. У каждой сцены могут быть свои настройки. Вы можете переключать слайды внутри сцены, но сами сцены могут между собой визуально отличаться. То есть это как раз сделано для такого удобства, чтобы в какой-то момент вы могли работать только с презентацией, в какой-то момент сочетать спикера и презентацию и так далее и тому подобное. То есть это удобно с точки зрения именно режиссирования и более тонкого управления вашей презентацией, вашим видеосигналом. Когда вы добавляете новый слайд, нажимаете на эту кнопку. Вот справа я на скриншоте показала варианты, которые предлагают. Это текст, то есть слайд только с текстом. Это слайд только со спикером, где нет никаких картинок и никаких надписей. Слайд с медиа. Под медиа подразумеваются фото, видео, гифки, отдельно подключение к сервису GIFI, отдельно скриншот, то есть возможность поделиться экраном и отдельно кнопка импорта презентации. В основном меню файла есть возможность импорта и других файлов. Можно импортировать, например, PDF. Но вот импорт презентации, эта презентация подразумевается именно в формате PowerPoint. И когда вы подгружаете презентацию в формате PowerPoint, у вас все слайды, то есть нет возможности выбрать какие-то слайды, можно потом удалить ненужные, у вас каждая загруженная презентация открывается как отдельный рабочий проект. Да, как и в Prezi, который работает через проекты, но в Prezi у вас может быть открыт одновременно один проект, а в «м» каждый проект – это отдельная вкладка. То есть если сейчас вы обратите внимание наверх скриншота, вы увидите, что у меня открыто две вкладки. Это «Антитул» и «Образец». То есть вы можете открывать сразу несколько проектов и над ними работать. Это то, что касалось записи. И еще отдельно покажу, как выглядит окно добавления текста. Можно загрузить текстовый слайд, а можно написать текст титрами. У вас есть возможность написать заголовок более крупный. И основной текст – ограничение на количество символов. Нет, есть возможность настроить соотношение сторон. Честно говоря, когда я первый раз писала титры, для меня выглядело это все очень-очень неприятно. Но что это за шрифт? Что это за цвет? Почему он выглядит таким образом? Оказалось, что оформление титров привязано к оформлению рабочего пространства, и его можно переключать. Как? Я покажу немножко позже. Но дело в том, что оформление вашей презентации едино, и нет возможности поменять что-то. С одной стороны, это ограничивает свободу вашего выбора, с другой стороны, гарантирует то, что все, что вы напишете, будет выглядеть однозначно хорошо. Что нужно делать с видеоспикера? Во-первых, нужно выбирать, будет оно круглое, прямоугольное, или это будет интегрированное видео с удалением фона. То есть весь задний фон просто-напросто отрежется. Есть возможность отслеживать спикера, то есть анализирует, что находится в кадре, и он следит за вашим лицом. Если вы отклонитесь в сторону, то фокусировка камеры сместится, и вы всегда будете находиться в центре внимания. Можно изменять видео абсолютно любым образом. То есть нет необходимости ставить один из трех, четырех, пяти размеров. Вы можете ползункум плавно изменять. Даже прямо во время записи вы можете плавно увеличивать или уменьшать свое видео. И точно так же по экрану можно видеозапись перемещать спокойно, если она находится в рамке. И есть подключаемый эффект к камере. Например, вот таким вот образом. Сейчас поставлено видео с обрезкой заднего фона, применен эффект старого видео. И, как можете заметить, сразу меняется оформление всей комнаты. То есть вы сразу можете придать какие-то интересные эффекты. Иногда это именно то, что может спасти, если у вас не очень хороший сигнал с видеокамерой, если мылит немножко, распугается на пиксели. Можно применить какой-то из таких эффектов. На скриншоте слева вы как раз видите вот эти премиальные функции. Есть функция оформления комнаты. То есть вот фиолетовый фон с полосками – это оформление комнаты. Таких оформлений не очень много, но они все анимированы. То есть задний фон у вас всегда будет находиться именно в анимированном состоянии. Там вот на одном из первых слайдов были показаны как раз какие варианты комнат можно посмотреть. Дальше. Вторая вкладка – это презентер. То есть то, как будет выглядеть спикер во время презентации. И вот здесь как раз из ползунки – мельче или крупнее будет изображение. Будет ли ваше изображение полностью непрозрачным или частично прозрачным? Можно быстро переместить его в один из четырех углов. Можно как раз нажать кнопку «Away». Это заставка. Вы можете заранее приготовить заставку. Например, перерыв 5 минут. И во время записи ее включить. И ниже как раз поинтеру, указатель. Это возможность курсора, указки, рисования и эффект лупы. Это уже дополнительные возможности, которые я перечисляю здесь. И помимо курсора, указки, рисования и лупы, достоинства в том, что очень много вариантов оформления презентации. Вы можете практически все, что придет вам в голову, как раз на основном экране настроить. Вот здесь, например, я переключаю эффекты оформления текста. Эффекты там будут отображаться. Если до этого были надписи на прозрачном фоне, то здесь добавляется оттенок фона. Как видите, меняется выравнивание текста, меняется шериф. То есть это все сразу интегрировано. И опять же, возвращаясь к интерфейсу нашей программы, стоит отметить, что все, что мы сейчас с вами делали, это все работа на вкладке Edit. Вот здесь вот, если вы посмотрите на то, что выделено зеленым прямоугольником, то вот это как раз и есть панель управления вкладками и видеозаписью. Здесь есть вкладка Edit. Это когда вы настраиваете свою презентацию. Есть вкладка Playback, когда вы проигрываете готовый результат. Есть вкладка публикации, то есть сохранение готового видео. И по центру находится кнопка начала видеозаписи. Сейчас она активна, поэтому вверху по центру отсчитывается время, сколько длится ваша видеозапись. Справа, во крае вот этой вот управляющей панели у вас подписана сцена, слайд и дубль. Вы можете в любой момент для любого слайда записать любое количество дублей. То есть вы проговорили один раз, снова включили запись, проговорили второй раз, может быть, что-то изменили. Во время записи вы можете между слайдами переключаться и дубль каждого слайда записывается отдельно. То есть дубли приписаны не к сценам, а приписаны буквально к каждому слайду. Когда вы закончили видеозапись, сделали все, что вам необходимо, вы можете на название дубля кликнуть, и у вас откроется управление дублями. В дубле вы можете их просмотреть, подрезать, включить затемнение в начале и в конце, и отметить галочкой тот дубль, который вам нравится больше. Именно он и будет применен к конечному итогу данному слайду. То есть к слайду привязаны видео. И вы выбираете, какой вариант дубля вам нравится больше. Это очень и очень удобно. С одной стороны, вы можете отрепетировать и посмотреть разные варианты. Что будет, если я так скажу, что будет, если я так скажу. С другой стороны, вы можете настроить дубли, и именно из них склеится ваш итоговый видеоролик. То есть итоговый видеоролик будет состоять из всех дублей, которые вы отметили галочками. Вот здесь, при нажатии кнопки просмотра, вы можете посмотреть, что у вас получилось. Задать название и описание. Делает свое Ахмут ТВ. То есть точно так же будет библиотека материалов. Вы загружаете на сайт, и их можно будет просмотреть. То есть опубликовать, и они уйдут на сервер. А в правом верхнем окне есть ссылка, которая позволяет ваше видео сохранить, просто-напросто скачать его на компьютер. Без каких-то ограничений, без каких-то требований. Точно так же в формате mp4 вы это видео можете скачать и сохранить. Такое краткое резюме по программе. В бесплатной версии у вас всегда будет логотип на видео. Он находится в правом нижнем углу. И в принципе такой очень скромный и не особо заметный. И платные функции будут вам доступны только один час в течение суток. Это достаточно для того, чтобы провести конференцию. А Хмм точно так же, как и Prezi, позволяет вам использовать его во время видеозвонков. То есть точно так же вы можете подключить его в том же Zoom. И во время конференции использовать именно интерфейс Хмм. И основное достоинство, основная возможность – это то, что вы итоговый ролик можете собрать из отдельных дублей. Так, масштаб цен платной функции. Если я не ошибаюсь, цена была 8 долларов. Сейчас проверю. Да, 8 и еще немножко долларов в месяц при подписке на год. Никаких дополнительных тарифных планов нет. Только бесплатная и платная версия. Если объединить все вместе, все эти пять расширений сервиса, про которые мы проговорили, перед вами на экране их логотипы, то в общем и целом я бы сказала таким образом, что для новичков, для тех, кто только начинает разбираться с видеопрезентациями и со скринкастами, лучше подойдет Nimbus и вариант Prezi. Для тех, кто хочет собрать полноценную библиотеку видео, подойдет лучше всего Loom. Если учебное заведение, которому важно, чтобы программное обеспечение принадлежало российским разработчикам, то ваш выбор – это Movavi, стоимость примерно 1700. Этой программы на год есть бессрочная лицензия, но там другой порядок цен. И подойдет для тех, кто не боится очень большого количества функций. Настроек действительно много, программа развивается, новые функции регулярно добавляются, и с этим сервисом нужно работать, конечно, регулярно, для того, чтобы знать его возможности. И в моем треке, посвященном презентациям, в этом учебном году остался вебинар, где я буду рассказывать про OBS Studio. Я специально не стала про эту программу рассказывать на текущем вебинаре, потому что вариантов и возможностей OBS тоже довольно много. Интерфейс абсолютно другого порядка, то есть выглядит она совершенно не так. И единственная из вот этого набора – интерфейс на русском языке. То есть тоже очень-очень много вариантов. И в программе OBS Studio я посвящу следующий вебинар, который состоится 11 мая. А на следующей неделе, 28 мая, будет вебинар вне трека. Он будет посвящен теме игровых механик в образовании. И это вебинар для того, чтобы познакомить вас с моим подходом к образовательным играм и не в последнюю очередь с образовательными квестами, которым будет посвящен мой майский, майско-июньский курс. Я хочу рассказать о том, как я планирую и работаю с настольными играми на курсах и на тренингах, как работаю с квестами и о тех возможностях, которые дают настольные ролевые игры или какие-то отдельные их элементы. И отдельно минут 10-15 вебинара я посвящу как раз курсу. Расскажу, с чего он будет состоять, как мы будем работать и почему этот курс – один из самых практических из тех, что я готовила. Приглашаю вас принять участие в вебинаре и записаться на курс, потому что квесты – это та тема, с которой я начала свое знакомство с Директ Академией. Это первый вебинар, который я, в принципе, провела в своей жизни 4 года назад. И курс я готовила в течение 3 лет, периодически проводя какие-то вебинары, оттачивая формулировки, оттачивая способы объяснения и показа каких-то сложных моментов. И вот только в этом году почувствовала себя готовой показать свой материал широкой публике. На вебинар 11 мая вы можете записаться со страницы расписания Директ Академии. Так, я попрошу Триану Викторовну, наверное, если есть возможность, скинуть ссылку на расписание всех всех вебинаров. Там можно легко найти меня по дате. Спасибо вам за вопросы и за интерес к этой теме. Мне кажется, что мы с вами можем расширить свой педагогический арсенал как раз вот такой интересной вещью, как видеопрезентации, когда мы не просто рассказываем что-то и показываем, перелистывая слайды, а делаем наши видеовыступления более интересными, более интерактивными и более вовлекающими для нашей аудитории. Желаю вам хорошего рабочего дня и передаю слово Татьяне Викторовне, чтобы она рассказала, как вы можете получить свои...